МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изысканные костюмы эпохи Возрождения, объемные прически, масштабные декорации. Для реализации пьесы Лаподавегу «Учитель танцев» в этом году русский драматический театр получил грант главы Чувашской республики. Об этой постановке и театре вообще мы поговорим сегодня в гостях программы «По существу» режиссер Сергей Юнганс. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в этом году год театра. Как-то влияет это на саму работу в театре? Какие планы на этот год? Мне кажется, что год театра абсолютно никак не влияет на работу, потому что если мы хотим работать, если у нас есть какие-то проекты, то мы их осуществляем. У меня в этом году в планах постановка мюзикла «Красная шапочка» в Екатеринбургском моем театре, музыкальной комедии, после этого постановки в «Чебоксарах» одной из пьес Александра Володина и, может быть, пока еще в переговорах с одним оперным театром постановка оперетты графини Марица. Вот как раз, да, вы уже не первый раз сотрудничаете с нашим театром, работаете у себя в Екатеринбурге. Вот сложно ли на два города жить? Вообще, вот как вы работаете, как вы добиваете? Вы знаете, один раз у меня была такая ситуация, что в сезон у меня было пять спектаклей. И сначала я рвал на себе волосы, но как-то так все выстроилось логистически, что в итоге все случилось, все получилось, все срослось. Я считаю, что пока еще в моем возрасте, когда есть работа, работу нужно делать. Чем больше мы ставим перед собой задач, тем больше задач мы выполняем. Я думаю, что все успеется, когда есть желание, есть стремление и есть силы. Но вообще, вот для чего вам нужно? Зачем вам работать на два города? Неужели в одном не проще? Вы знаете, работа с новым творческим коллективом всегда дает человеку подпитку. Когда мы работаем в музыкальном театре, это одни выразительные средства. Драматические театры, это абсолютно другие выразительные средства. В моей истории я снял три документальных фильма, и это тоже мне дало что-то новое, какие-то новые способы выражения. К примеру, в этом спектакле мы пригласили художника по свету Кирилла Хрущева, который, по сути, концертный художник по свету, на свою карьеру он начинал в Екатеринбургском театре драмы. Но мне кажется, то, что есть в его творческом багаже, только обогащает этот спектакль и дает ему какие-то новые, я могу даже сказать так, световые краски. Учитель танцев, пьеса Лападе Вега. Почему вообще выбрали именно этот спектакль? Ну и в чем особенности его? Мне нравятся танцы, мне нравится эпоха Возрождения, мне нравится танцевать, мне нравится двигаться. Я считаю, что эта пьеса свежа, она любви. В ней есть очень интересная, в первую очередь, людям интрига. Я думаю, что каждый человек найдет в этом спектакле что-то для себя. Молодой и среднего возраста, и уже опытный и зрелый человек, потому что тема вечная. Здесь очень много света, интересные костюмы, зрелищные, красивые декорации и замечательная музыка. Поэтому это самое основополагающее современного шоу. Для меня театр в первую очередь это шоу. Посмотрите, вы говорите, что каждый может найти что-то для себя, а вот эта постановка для вас это что? Эта постановка для меня это возможность сказать людям о том, что перед любовью все равны. И абсолютно не важно, кто вы. Молодая девушка, которая работает на телевидении, или министр культуры, или еще какой-то высокопоставленный чиновник. Я считаю, что любовь это то, что связывает человека по-настоящему. И не важно, кто она и кто он. Если это чувство возникнет между ними, то они соединятся. И здесь время, расстояние, пространство, страны абсолютно неравны. Наверное, это то основное, о чем я хочу сказать этим спектаклем. Само по себе название «Учитель танцев» предполагает какую-то хореографию, танцевальные постановки. Знаю, что даже танцы передают эпоху Средневековья. Вот актеры, у нас же они не профессиональные танцоры. Как они справляются с задачей? Были ли какие-то сложности в этом? Я считаю, что современный актер, актер синтетический, он должен уметь петь, танцевать, двигаться и делать все, что угодно. Это моя девятая постановка в Русском драматическом театре. И я считаю, что с каждой постановкой мы достигаем каких-то новых, новых и новых результатов. Я думаю, что труппа сейчас уже стала танцующей. И как раз вот это название «Учитель танцев» может во всей красе показать труппу, показать артистов и то, как они уже умеют владеть своим телом. В следующей постановке они еще и запоют, наверное, да, уже? Ну вот это уже, да, наверное, десятая эпохальная постановка. Это должно быть что-то такое, что уже будет как-то иначе потрясать. Сознание, наверное, это должен быть мюзикл. Что касается художественного оформления пьесы, знаю, что специально для этого в Чебоксары пригласили художника-постановщика Марию Бутусову. Молодой оформитель, пятый проект. Ну, знаю о ней, читала. Вообще, вот как вам ее работа? Понравилось ли с ней работать? Как оцениваете ее работу? Мне очень нравится работать с молодыми, потому что я еще сам тоже пока почти молодой. И это очень интересно. На самом деле это очень интересно, потому что мы говорим на одном языке, мы из одного поколения, мы живем в одном времени, и мы можем выразить вот эти общечеловеческие глобальные проблемы современным языком, потому что театр должны двигать молодые. Это я такой молодой говорю об этом. Но я на самом деле считаю так. Потому что театр рождается сегодня, он не рождается вчера и позавчера. Поэтому работа с молодым хореографом, художником, художником по свету, с молодыми артистами, это дает жизнь. Потому что когда есть жизнь, тогда и зрителю интересно. Вот как раз об оформлении и костюмах. Какие они в этой постановке? И вот что уникального в этом, чем они отличаются от стандартных каких-то костюмов? Костюмы здесь гипертрофированные, потому что это форма классическая, которая гипертрофирована по форме. Очень сложные женские юбки, очень сложные большие буфы. Как они в этом как раз передвигаются? Да, в этом существовать достаточно сложно. Но вы знаете, я думаю, когда человек, когда артист преодолевает что-то новое, он учится работать с костюмом, учится работать. Вот в этой новой для себя ипостаси, можно так ее назвать, он становится на шажочек, на ступенечку выше. Они могут не только танцевать, но они могут существовать в сложных костюмах. Потому что мы начинали в прошлом спектакле репетиться из каких-то конфликтных ситуаций, потому что это была пьеса «Мой бедный Марат», и все начинается с матрасов. То есть на людей надеты матрасы. Но я считаю, что это все удалось. И теперь после матрасов, я думаю, что им ничего не страшно. Знаю, что костюмы сшил наш модельер, Игорь Де Диане. И вот хотелось бы узнать, костюмы для позиума и костюмы для театра – это совершенно разные вещи. Вот как раз удобно ли в этих костюмах перемещаться для себя, чувствовать? И как-то должны учитываться, наверное, особенности? Постановки или все что угодно можно надеть на актера, и он пойдет играть. Вообще в современном театре такая тенденция, что на актера можно надеть абсолютно все. Я считаю, что это правильно, потому что художественный образ для меня, по крайней мере, это превыше всего. Но возникает тогда сразу же второй вопрос. Как адаптировать костюм и сделать его удобным для артиста? Вот это уже работа того человека, который занимается именно производством костюма. И артиста. Правда, чтобы не цепляло, чтобы как-то не сковывало движение. И вот вы знаете, если вы занимаетесь делом и бежите по улице на встречу с любимым или опаздываете на работу, вы не думаете о том, цепляет ли у вас волосы к шарфу. Так неудобно же все равно. Или не цепляют. Вы же думаете о том, что вы опаздываете. Ну, согласен. Вы знаете, когда артист занимается делом, когда он занят, когда у него все нормально с образом, когда ему есть что делать, он не думает о костюме. Костюм – это не важно. Главное – то, что там в сердце, и что мы делаем, и чего мы хотим донести зрителю. Знаю, что вот вы свои спектакли часто вывозите на фестивале. Учитель танцев ждет та же участь. Планируете вывести? Мне бы очень хотелось, чтобы этот зрелищный, яркий, красивый, современный спектакль представлял Чувашскую республику на международных фестивалях. Потому что я думаю, что это событие. Это событие для русского драматического театра. Это событие для города Чебоксары. Потому что этот спектакль очень зрелищный. Спектакль очень красивый. И он в том формате, которого еще нет в городе Чебоксары. Ну что ж, я желаю вам удачи. Спасибо большое. В гостях программы «По существу» был режиссер Сергей Йонганс. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok